Владимир Ильич, здравствуйте! Когда я был у Вас в офисе и мы обсуждали принцип отбора по жидкости и по пару, Вы упомянули, что существуют различные типы дефлегматоров, принцип их работы, противоточный и прямоточный. Тогда меня это заинтересовало, но времени, чтобы снять, и тема была не была, и тема была другая, поэтому я на какое-то время отложил, и вот я к Вам приехал, и попрошу рассказать об этом поподробнее. Хорошо, здравствуйте, друзья! Значит, вопрос касается, опять же, дефлегматоров. Я называл, что там есть поточные и противоточные. Я имел в виду не движение жидкости относительно движения пары, а движение флегмы относительно жидкости. Давайте еще раз повторю. Значит, вот дефлегматор. Здесь, допустим, установлен гемрот. Вот, таким образом. Сюда подается пар. Ну, подается пар. Идет пар. А отсюда стекает флегма. Ну, если представить таким образом, что, допустим, ну, у нас очень хороший дефлегмород с развитой поверхностью и так далее, и мы можем, ну, подавать сюда большую мощность. Фактически это скорость. Мы будем увеличивать скорость. То есть, если вот мы ограничились какой-то конструкцией, то увеличивая скорость пара, может наступить такой момент, когда жидкость перестанет стекать вниз. То есть, остановится. Фактически гемрот, то есть дефлегматор, захлебнется. Фактически то же самое происходит в колонне. Именно такой противоток. Можно рассматривать иную конструкцию. Вот таким вот образом мы берем. И вот так вот подаем пар сюда. Вот здесь находится гемрот. Тоже с развитой поверхностью. С бесконечно развитой поверхностью. А пар подаем вот таким вот образом. Сюда приходит пар, вот сюда, здесь он разворачивается и летит сюда. Флегма при этом будет течь в этом же направлении, как движение пара. Естественно, отбор будет осуществляться вот из этой точки. Слив флегмы в колонну будет осуществляться вот через, допустим, вот это отверстие. В чем преимущество такой конструкции? Ну, во-первых, там вы писали о том, что, где, ну, в вопросах писал, что здесь зависают головы. Ну, здесь головы нигде не зависают. Могут упасть сразу на дно, само собой. Сливаются. Да, сливаются. Вниз опять в колонну. Но самое главное другое, что пар движется в том же направлении, как и флегма. И мы можем держать скорость пара здесь, ну, 20-25 метров в секунду. Ну, невзирая на то, а это означает, что мы можем заусить все пространства для пара и приблизить их непосредственно к спирали какой-то, к той, которая конденсирует пар. Такого типа теплообинники гораздо эффективнее по сравнению вот с такого, такого типа теплообинников. А здесь сколько скорость может быть? Здесь 20-25? Ну, здесь, например, в колонне, в самой колонне, скорость приблизительно, средняя скорость по полному сечению, это приблизительно 1 метр в секунду. Местная скорость, ну, приблизительно в 3-5 раз выше. То есть 3-5 метров в секунду вот здесь. Ну, и здесь можно ожидать скорость приблизительно 10 метров в секунду. то это как бы будет некоторым ограничением. Не говоря о другом, что вам все равно приходится, чтобы сливалась флегма в противоположном направлении, увеличивать какие-то расстояния, и пар вы не сможете прижать ближе к стенке, которая холодная. Здесь же вы можете это сделать, добиваясь вот таких скоростей совершенно спокойно. Более того, это только в начале скорость пара такая, дальше пар заканчивается, и конденсация останется где-то здесь, а сюда стекает только флегма. То есть скорость постепенно падает. И у вас реализованы вот такого плана, да? Да, да, будем говорить, что именно таким образом у нас все реализовано. Еще был вопрос у подписчиков о том, что здесь вот сохраняются головы, а здесь, если головы не сохраняются, так как они смываются, то в принципе можно тогда и переходить на отбор по пару и получить качественный дистиллятор, дистиллятор, ректификат в зависимости от цели. Ну, давайте к этому вопросу можно вернуться, когда мы рассмотрим вообще, как борются с вновь образующимися головами. Вот этот вопрос, наверное, будет более интересный. Там как раз обсудим вопрос отбор по пару, ладно? Хорошо. После выхода видео о отборе по пару было очень много вопросов, замечаний о том, что головы сохраняются в верхней части дефлегматора. Многие говорили, что это невозможно, многие соглашались. Можно узнать Вашу точку зрения о том, все-таки даже вот при Вашем дефлегматоре, можно, который прямоточный, только что мы продемонстрировали, перейти при таком дефлегматоре к отбору по пару? Ну, давайте сперва я другой момент освещу. Смотрите, вопрос о разложении спирта. Значит, может самостоятельно это, конечно, сделать. В колбочку, значит, наливается спирт, причем спирт высшей очистки. Колбочка запаивается, и Вы ее отправляете в термошкаф при 60 градусов Цельсия, Вы выдерживаете сутки. После этого Вы берете эту колбочку, открываете и проводите анализ спирта. Хотите дегустационным путем, хотите, отдаете в лабораторию. Значит, и получаете такой эффект. То есть, качество спирта ухудшилось после одного сутки выдержки при 60 градусов Цельсия. Что произошло здесь? Спирт имеет тенденцию разлагаться. Он не совсем стабильная жидкость, и к тому он имеет такую тенденцию. То же самое происходит в Кубе. Да, кстати, об анализах. Естественно, лучше провести, честно Вам говорю, провести именно дегустационный анализ. Потому что у нас был опыт. Мы хотели тоже спирты отдавать на анализ, чтобы некоторую жирную точку поставить по качеству. Но произошел казус. Отдавая спирт на анализ, мы сделали такую вещь. Для проверки, я лично сказал, стоимость порядка 4 тысяч, анализ спирта в лабораториях в тот момент был. Ну и решил проверить. Я просто взял спирт и разлил его в две бутылки. И отдали... Один и тот же. Один и тот же спирт, да. И отдали в двух бутылках. И мы получили, как ни странно, два разных результата. Так что аккуратнее с анализами, либо через проверенных людей делайте, знакомых. Но в лаборатории стандартной, которая занимается и анализом спирта, и анализом воды, и анализом хлеба, чего-нибудь еще другого, вот такие вот серийные лаборатории даже не пытайтесь отдавать. Получите вот такую дурь. То есть, что получите, я не знаю. Итак, возвращаемся... Извините, перебью. А правильно это какая имеется в виду лаборатория? Ну, та, которая относится, допустим, находится непосредственно в водочном производстве. У них всегда есть лаборатория, они делают приемку спирта, которую получают. А потом разводят его до спирта, до водки. Так что, наверное, где-то такие вот должны быть фирмы. Ну, например, фирма Амтел, я знаю. Шикарная фирма. Там есть прекрасная лаборатория. Вообще, хорошее оборудованное производство. И мы туда, кстати, продавали наше оборудование. Наверное, и мы вряд ли там удастся договориться только через знакомых. Официально они такие анализы не проводят. Вот. Ну, теперь вернемся, значит, вот к тому, что, значит, что происходит. То есть, спирт разлагается при температуре. То же самое, в общем-то, будет наблюдаться и при ректификации. У вас есть куб со спиртовой жидкостью, дефлегматор, и вы осуществляете, значит, ректификацию спирта. Значит, здесь вы спирт и отбираете его. Но что происходит? Когда вы отобрали голову, то есть, опять же, стандартный график, отобрали голову, вышли на спиртовую полку. И, значит, находитесь где-то вот здесь, вот, например. Но при этом, и вообще отбор голов закончился. У вас их как бы нет там. Но в кубе продолжается реакция. Спирт-средств, который находится в кубе, он содержит в себе и спирт, и хвостовые фракции. Голов там уже как бы нет. Вы отобрали их. Их нет там. Но из-за вот этой вот температуры, которая присутствует в кубе, ну, она еще выше, конечно, и наличия кислот внутри спирта-средца, у вас реакции, происходит химические реакции с образованием веществ. Причем вещества, новые вещества, не спирт, естественно. Вы получаете как с меньшей температурой кипения, так и с большей температурой кипения вещества. То есть, как бы вы получаете вновь образованную головную фракцию и вновь образованную хвостовую фракцию. Это в процессе происходит. Это в процессе, в кубе. То есть, вы начали уже отбор спирта, но у вас идут новообразования в кубе. Значит, фактически вы получаете таким образом. Хвосты в отбор спиртовой не попадут. Они температуры имеют кипение выше, чем у спирта. А вот головные фракции, которые, ну из этих веществ новообразованных, они будут постоянно попадать в спирт, в отбор. Короче, получается, что спирт получается немножко зараженным. То есть, меньшего качества, чем мог бы быть. Ну, вот вопрос касается, а как с этим бороться? Ну, давайте посмотрим. Вот картиночку эту. Значит, можно собрать оборудование с, значит, ну, вот здесь заканчивается как бы реактивационная колонна и ставится дополнительные всего три элемента. Значит, узел отбора. Вот здесь вот еще дополнительный узел отбора. Откуда будет отбираться товарный спирт потом. Естественно, узел отбора, который предназначен регулировать темп отбора этого. Появляется второй узел отбора. Это отбор из дефлегматора, но это сброс, вновь образующийся голов. И царгопастеризация. Она может быть меньших размеров, конечно, чем полная царга. Достаточно половинки. Что здесь происходит? Давайте нарисуем другую картинку. Значит, так смотрите, у вас есть царгопастеризация, там дефлегматор стоит. Здесь у вас есть узел отбора какой-то и колонна реактивационная, которая, значит, подает сюда пары спирта. Пары спирта пролетают сюда. Они содержат в себе следы головных вот тех новообразований с головными фракциями. Они пролетают дальше в виде пара, конденсируются полностью и сливаются в колонну обратно в виде флегмы. Здесь по пути получается такая вещь. Головные опять возвращаются наверх. А чистый спирт в виде флегмы течет сюда. Вот из этой точки осуществляется отбор как раз спирта. Уже товарного спирта, лишенного вот этих вновь образованных головных фракций. А головы отбираются из дефлегматора с помощью узла отбора. Отбираются здесь, ну, причем идет сброс голов в малом количестве. Значит, возвращаемся к этой картинке. Значит, вот это здесь и пояснено. То есть дефлегматор, узел отбора по головным фракциям и отбор по товарному спирту. Как это все это работает? Значит, сперва мы отбираем головные так же, как обычно через дефлегматор. Узел отбора товарного спирта закрыт. Мы отбираем спирт, головные фракции все. И выходим на спиртовую полку. Ну, а там мы ожидаем, что будут появляться головные фракции и в процессе нагрева спиртосорца в кубе. Но мы открываем отбор по спирту уже, товарному спирту. А из дефлегматора осуществляем сброс вот этих вновь образующихся голов, образовавшихся голов, которые образовались в кубе, осуществляем отсюда. Причем темп отбора можно установить там капли в минуту, капли там в 10 секунд. С помощью нашего узла мы можем с такой точностью отбирать. Ну, и вот теперь можно вернуться как раз к отбору по пару. Значит, если мы отбираем не по жидкости, а по пару, то есть пар с головными пришел сюда, здесь мы его поделили, отправили в дефлегматор, а часть пара с головными отправили сюда. Таким образом получается, что отбор по пару вообще не решает эту проблему никак. Потому что часть голов, но вновь образующихся... Да, они поделились, все равно ушли в отбор. То есть вы получите такой же спирт, как и без этих всех ухищрений. То есть без этой космос. То есть такие элементы с саргой пастеризацией, с отбором по пару, ни черта не дадут. Понятно. Спасибо. Один из вопросов был, почему у вас получается такой крепкий спирт-серец после перегона браги? Ну вот на этой картинке представлено у нас несколько вариантов, с помощью которых мы можем получать спирт-серец. Ну вот классический, допустим, это обычный прямоточный холодильник, наклоненный, и отсюда льется спирт-серец, а сюда подается вода для охлаждения. Значит, его тоже можно у нас купить. У нас есть такой дистиллятор. Мы специально сделали именно такие, потому что, ну, показать, почему мы продаем более дорогое оборудование вот такого типа, по сравнению вот с этими дистилляторами. Вот этот дистиллятор уже более такой совершенный. Это дистиллятор вертикальный, вертикального типа у нас отзывается. Они называются ДВ1, 2, 3, 6, ну и так далее. Это мощность утилизирования. Это мощность, да, которую он может превратить в дистиллятор потом. То есть это мощность, которая подается в купное испарение. Они рассчитаны, естественно, вот на такие мощности. Ну, устройство его вот такое, значит. Значит, труба вокруг, на верхней части которой, на видовито спираль. Вода подается в эту точку, проходит по спирали и уходит сюда. Пар подается снизу по трубе, идет вот сюда, разворачивается возле верхнего донышка, где измеряется как раз температура, и уходит на конденсацию сюда. Значит, потом наливается, естественно, в нижнюю часть стаканчика наливается, и отсюда отбирается. Ну, и есть трубка разрыва струи, чтобы не сказывалась барометрическая, то есть не входила в режим барометрической конденсации теплообменник и барометрического испарения одновременно. Значит, мы делаем разрыв струи обязательно, где эта струя рвется и сюда поступает. То есть не отсасывается пар вместо жидкости отсюда, а рвется вот с помощью воздуха, который поступает через эту трубочку. Ну, значит, еще разочек. Для повышения эффективности у нас, опять же, поточная конденсация идет. То есть сюда льется дистиллят образовавшийся, и в этом же направлении подается пар. При этом мы можем держать очень маленькие зазоры между спиралью и трубками, двумя трубками. Скорость пара, как я и говорил, доходит здесь до 25 метров в секунду, и флегма практически, ну, флегма-дистиллят сдувается со спирали, оголяя ее и улучшая теплообмен. Ну, а сюда поступает уже готовый дистиллят. Значит, что здесь, отличие этого дистиллятора вертикального по сравнению с этим? Здесь, как обычно, происходит конденсация пара и слив жидкости, ну, дистиллята отсюда поступающего. Здесь же происходит интересная вещь. Спираль охлаждения, которая находится внутри, вот между двумя вот этими трубками, она заголаживает и вот эту трубку, внутреннюю часть. И здесь, на этой части образуется флегма, ну, на внутренней части, на внутренняя часть трубки, которая потом стекает сюда в виде капелек или пленки. Вот за счет этого происходит некоторое укрепление. И если в этом дистилляторах обычных мы можем получать концентрацию, обычно получают, там, 38-40%, то здесь, на таких вертикальных дистилляторах, мы можем получать концентрацию, там, 53%, вот то, что вы видели на видео. Откуда возник этот вопрос? Откуда такой дистиллятор берется? Ну, это некоторый шаг. Сейчас мы сделали другой шаг, вот в этом направлении. То есть, частью всего, человек у нас, люди покупают у нас дефлегматоры с колонной, а раз они купили уже колонну с дефлегматором, то мы предлагаем им такой вариант. Использовать вот такую сборку, вместо вот этой, использовать такую сборку. Дефлегматор наверху, царга нержавеющая с нержавеющей насадкой и царга с медной насадкой. Здесь мы сразу убиваем несколько зайцев. Во-первых, этот набор предлагается именно для дистилляции и для получения, как спирта-сорца для ретификации, точно так же и спирта-сорца для, ну, для последующей дистилляции, для получения благородных дистиллятов. Единственный момент, мы, ну, когда получается, да, при этом мы используем вот это вот с медной насадкой внизу, ну, сразу могу показать, вот, чем они отличаются. Ну, вот эта вот насадка до перегонки, которая здесь находится, так выглядит. Это кольца рашига, да? Да, кольца рашига. А вот это вот, так выглядит мед после 50 лет перегнанной браги. Как-то найдите несколько отличий. Зачем вообще это было нужно? Ну, во-первых, всем известно, что если перегоняется не сахарная брага, а зерновая, то в ней достаточно много сернистых соединений. И как раз медь, медь предназначена для борьбы с этими сернистыми соединениями. То есть она создает некоторую органолептику для последующих дистилляций, но сразу фактически избавляется от серы. Значит, а для последующей дистилляции, повторной, то есть есть первичная перегонка, есть вторичная перегонка, мы медь высыпаем из этой емкости, а ее используем как просто пустышку. А вот в этой царге мы производим некоторые укрепления, для того, чтобы более четко отобрать голову и вообще сделать процесс дистилляции, получения благородных дистиллятов, сделать управляемым. Вот это самое главное. Ну, а наткнулись мы на это совершенно случайно. То есть у нас древний покупатель, давным-давно работает на наших колоннах, позвонил и однажды сказал, что, ребята, вот делаю на сахарной браге и получаю спирт. И вдруг у меня вот сейчас вылетела такая вещь, что спирт стал с каким-то запахом тапочек, так скажем. А это и есть сернистые соединения, которые проникли не только в спирт-церец, но потом и в спирт попали в него. И он говорит, что, скорее всего, и он выяснил это, что это связано с сахаром. То есть в сахаре, который он покупает, с такого завода, что, видимо, на заводе что-то изменилось, либо нарушилось, и там попали сернистые соединения непосредственно в сам сахар. Мы, конечно, пожали плечами, но предложили ему вот такую именно схему дистилляции с медной насадкой в царге. Вот. И отправили ему. Значит, результат, он сказал, все, у него проблема исчезла. Причем после, через какое-то время, такое случилось и у меня дома. Я тоже работаю на сахарной браге, чтобы не заморачиваться всеми этими вещами. Ну, с бражками. Делаю простую сахарную брагу. Ну, и у меня возникла такая вещь, что однажды проскочил сахар именно вот такой, какой-то некачественный, для получения спиртовых спирт непосредственно. Вот. С этого момента я тоже стал использовать вот такой же элемент, только сверху я ставлю не вот этот набор для благородных дистиллятов, а вот такой набор. То есть ставлю сверху ДВ-3 и все. И с этого момента все, в общем-то, стало хорошо. Ну, и теперь совсем про медь уж, если говорить. Ну, если вы прекрасно видите различие между этой медью, которая была в работе, и вот этой медью, которая бы еще не была в работе. Кстати, медь потом, конечно, восстанавливается. Для того, чтобы она продолжала работать, как вот именно красная медь, она должна быть очищена и обработана в кислотах. Либо в лимонной кислоте, либо в щавелевой, либо в антинокипении, что, в общем-то, одно и то же, там находятся все те же кислоты пищевые. Вот. Мы считаем, и уже давно считаем так, что медь – это несколько неконструкционный материал, то есть это некоторый расходник, который может когда-то кончиться и вообще может быть выкинут, в конце концов, если мы хотим заменить совершенно на новый материал. И потому медь у нас употребляется исключительно, говорю, как насыпной материал, именно как кольца рашега, которые располагаются в некоторой царге, в которой мы можем насыпать ее или не насыпать.